всем привет хочу сделать обзор на автомобиль ford c max titanium конца 17 года данный автомобиль у меня уже год поэтому могу сделать какие-то выводы данный автомобиль приехал с америки были минимальные повреждения задней части удар пришелся на крышку багажника значит в данном автомобиле установлен двигатель бензиновый в паре с электродвигателем в общей сложности 190 лошадиных сил все это вместе работает с вариаторная коробка передач кто не в курсе это коробку которой так скажем нет конкретного количества передач она работает без рывков плавно набирая ход очень часто применяется именно в электроавтомобилях автомобиль 17 года является уже рестайлинговой версией что изменено это фонари задние передние спереди уже стоят ледовские дневные ходовые огни ну и также по мелочи по кузову данный автомобиль максимальной комплектации 17 диски установлены спереди есть парктроники также парктроники есть задней части автомобиля зеркалах установлены датчики слепых зон есть безключевой доступ но только на передних ручках датчики слепых зон установлены здесь вот внизу в бампере также есть задние парктроники и камера заднего вида у данного автомобиля имеется вот вот такой вот ключик безключевым доступом что он умеет при двойном нажатии на ключ открывается багажник там на багажнике есть кнопочка которая закрывает данный багажник но это можно сделать и двойным нажатием непосредственно с пульта управления также в данном автомобиле установлена система удаленного запуска двигателя штатная система делается это тоже с помощью данного ключа для того чтобы запустить двигатель удаленно необходимо закрыть автомобиль потом нажать два раза на кнопку верхнюю кнопку ключа продемонстрирую двигатель завелся для того чтобы заглушить двигатель необходимо просто два раза нажать на верхнюю кнопку брелка и по багажнику багажник данном автомобиле не самый большой но смотря с чем сравнивать то есть в принципе сюда влазит все необходимое здесь у меня сейчас лежит три детских бустера у меня катается здесь трое детей что можно сказать значит здесь нет запаски потому что внизу располагается аккумуляторная батарея которая съедает место которое могло бы быть выделено под запаску здесь вот внизу есть небольшой отсек для всяких вещей ну и собственно там дальше находится сама батарея вот есть разные кармашки сеточки также присутствует розетка 12 вольт и здесь рассмотрим водительское место кресло полностью регулируется с помощью переключателей такие же переключатели есть и у пассажира кресло регулируется во всех направлениях салон автомобиля довольно таки просторный мой рост метр девяносто пять в принципе я могу наверно даже за собой очень комфортно разместиться то есть мои колени практически не упираются в сидение то есть место здесь предостаточно общий вид салона материалы здесь используется очень качественная приятная на ощупь кожа пластик тоже сделан из мягкого материала кожаный руль в принципе все очень приятно и удобно в использовании задний ряд сидений здесь по центру есть удобный подлокотник если едет два человека но по желанию можно посадить и троих задний ряд полностью раскладывается если не хватает места в багажнике здесь и специальная кнопочка которая опускает весь ряд дальнее сидение тоже складывается получается ровный пол для в больших грузов итак водительское место давайте посмотрим что у нас здесь есть автомобиль заводится с помощью кнопки старт-стоп вот так вот выглядит передняя панель и что какие функции нам предлагает данный автомобиль давайте пройдемся по кнопкам на руле здесь есть круиз-контроль запускается он с помощью вот этой кнопочки кнопкой плюс-минус подхватывается необходимая скорость и дальше она либо же сбрасывается этой кнопка либо же дополняется для того чтобы поставить круиз-контроль на паузу и снова его запустить используется вот такой вот под рулевой лепесток который включает либо же выключают круиз-контроль с правой стороны у нас есть тоже под рулевой лепесток он отвечает за голосовое управление он вызывает series телефона можно нажать сказать позвони кому-либо и система начнет набирать номер телефона абонента также с помощью вот этих кнопок можно принимать либо же скидывать вызов также эти кнопки отвечают за управление музыкой громче тише и переключает треки вперед-назад дальше у нас есть вот такие вот два круга стрелками и с кнопкой ok по центру они отвечают правый отвечает за правую часть приборной панели левый отвечает за левую часть приборной панели покажу что там есть итак правую часть можно настроить под себя у меня здесь сейчас настроен журнал расхода топлива но туда можно поместить давайте сверху покажу развлечение то есть здесь будет отображаться информация про радиостанцию либо же исполнителя или трек который вы в данный момент слушаете далее навигация если вы используете штатную навигацию которая здесь тоже установлена прямо вот здесь будет показываться стрелками маршрут поворот и куда вам свернуть к точке назначения далее здесь информация о телефоне входящие исходящие вызови вызовы и телефонная книга ну и собственно журнал расхода топлива здесь мы видим средний расход топлива на 100 километров здесь же можно кнопкой ok его сбросить также есть шкала от 0 до 12 это текущий расход топлива она подымается или опускается и дальше идет график который показывает в разрезе каждых 30 минут какой расход топлива у вас в среднем был ниже запас хода на оставшемся количестве бензина в баке температура воздуха справа и направление север с левой стороны у нас есть так называемый тахометр наверное можно его назвать там есть две шкалы синяя шкала показывает на каких оборотах находится электродвигатель там еще написано или это значит что в данный момент автомобиль работает режим и электродвигателя и справа белая шкала она отвечает за обороты бензинового двигателя то есть она визуально видно какой двигатель сейчас используется и на каких оборотах машина едет также правее есть шкала но температуры двигателя вот ниже километраж который автомобиль проехал со штата в эта машина приехала с километражом 40 тысяч километров до 40000 я на ней уже наездил значит далее еще на этом экране есть много интересных вещей вот тут есть настройки системы можно прошивать ключи под различные функции проверка системы и настройка всего необходимого то есть здесь есть что на что у нас автоматическая остановка двигателя если вы запустили двигатель удаленно там выставляется через сколько автоматический двигатель заглушится освещение значит тут есть автоматически включаются фары если идет дождь в данном автомобиле присутствуют датчик дождя и подсветка пути когда вы закрываете автомобиль идете к дому можно настроить сколько секунд еще будут светить фары после остановки двигателя и они автоматически погаснут дистанционный старт собственно можно настроить климат-контроль при дистанционном старте то есть допустим если вы приехали и выключили машину у вас стоял 18 градусов на кондиционере можно настроить так чтобы примеру предыдущие ваши настройки сохранялись при дистанционном старте можно ставить автоматический режим машина будет сама измерять температуру в салоне и делать вам комфортную температуру в момент старта длительность а собственно вот это вот длительность старта двигателя когда он автоматически заглохнет так тогда автостановка двигателя это как раз режим старт-стоп который на светофоре или там в пробке двигатель сам глохнет если вы стоите на месте вот комплексный ремонт шин я так понимаю скорее всего что можно поставить какой-то так называемый таймер год 1 2 3 и машина вам напомнит что к примеру нужно менять шины или там проверить и вот это то что есть в настройках далее вид данные вот компоновки которая здесь есть тоже можно менять я себе настроил так как мне удобно но можно допустим переключить в разные виды то есть можно использовать вот вот такой режим чисто цифрами вот такой вот режим то есть немножко меняется чисто визуальная составляющая данного кранчик мне удобно вот так вот так что у нас есть еще с левой стороны располагается блок управления фарами то есть если выключить фары полностью в любом случае будут гореть ледовские фонари дневного света они очень яркие их очень хорошо видно в момент движения собственно ближний свет дневной свет он как бы остается гореть ледовские фонари но еще включаются задние фары обычный ближний свет и на автомате датчиками света автомобиль сам подбирает какие какой режим вам нужен кнопки управления яркостью приборной панелью можно сделать ярче можно сделать тусклее ну и также есть противотуманные фары с левой стороны у водителя находятся по классике управление задними стеклоподъемниками передними стеклоподъемниками и электрический привод зеркал бокового вида также здесь присутствует вот индикатор слепых зон очень удобная функция на самом деле оранжевой кнопочкой оранжевая лампочка горит свет если машина находится у вас в слепой зоне с левой стороны ну или с правой противоположная часть собственно кнопки закрыть или открыть автомобиль но при начале движения машина сама закрывает автоматически все двери дальше что у нас находится здесь коробка переключения передач она же вариаторная про нее уже говорил на ней располагается кнопка помощи спуска с горы это такая функция когда вы катитесь с горки вы ее нажимаете вот допустим мы нажимаем вот здесь вот загорается индикатор помощи спуска с горы и в принципе вы можете как бы катиться с горки но машина не будет набирать скорость и вам не нужно в это время использовать тормоз то есть машина сама сдерживает поддерживает необходимую скорость с которой вы катитесь с горочки что еще давайте пройдемся по нижней панели это просто индикатор пассажирского пассажирской подушки безопасности это режим эко что он делает если мы нажимаем режим эко вот здесь на индикаторе тоже загорается вот она лампочка эко и машина переходит в такой скажем пенсионерский режим то есть педаль акселератора начинает работать более туго и более медленней но тем самым у вас появляется плавность разгона тем чем самым вы экономите топливо и электроэнергию то есть вы не нажмете резко газ так что у вас сразу там с малейшего нажатия включится бензиновый двигатель как не будет если вам нужно ускориться и вы так хорошо нажали на нажмете педаль газа двигатель включится конечно же но это все для плавного хода для движения в пробках удобный режим далее слева направо эта кнопка открытия люка багажника мой багажника кнопка открытия лючка бензобака это кнопка автоматической парковки да данный автомобиль может сам парковаться если вы нажимаете данную кнопку включается ассистент парковки вы по умолчанию он выбирает он ищет место с правой стороны но если вам нужно припарковаться с левой стороны вы включаете левый поворотник и система начинает искать место с левой стороны речь идет о параллельной парковки то есть как только автомобиль нашел нужное место куда он может стать вы подтверждаете режим автоматической парковки отпускаете руль и машина сама паркуется вы только тормозом придерживаете ее и она дает вам команды когда нужно включить заднюю либо же переднюю передачу далее данная кнопка она включает либо же отключает парктроники передние и задние эта кнопка открывает и закрывает багажник идем выше здесь находятся подогревы сидений сначала если нажать он сразу включает максимальный режим на три лампочки и собственно каждым нажатием мы сбрасываем подогрев кнопка максимального обдува кондиционер ну собственно дальше все по классике обдув лобового стекла в лицо в ноги перекрывается подача воздуха снаружи и подогрев заднего стекла вот вот так вот выглядит индикация кондиционера подкручиваем мы все вот этими крутилочками они такие четенькие удобненькие и здесь снизу тоже есть выход воздуха собственно здесь ничего нового идем дальше вот так выглядит камера заднего вида при включенной задней передачи мы видим направление колес когда мы крутим руль также мы можем увеличить немножко презумировать камеру или сделать зум меньше еще такая фишка что даже если когда мы включаем режим драйв камера все равно остается включена некоторое время я не помню там до 10 километров в час пока вы не разгонитесь она еще показывает вам что находится сзади теперь мы погасим и собственно мультимедиа здесь установлен такой немаленький тачскрин экран на котором есть очень много полезных вещей стереосистема здесь установлен на sony кнопок здесь минимум данной кнопкой мы можем включить либо выключить экран полезная функция вечером или ночью для того чтобы он не слепил кнопка аварийной и аварийной остановки данная кнопка source она отвечает за выбор источника проигрывания и кнопка sound там можно настроить это можно настроить да можно настроить эквалайзер высокие низкие басы и за центровать громкость вперед на середину салона сделать эффект как будто музыка сзади играет и тому подобное значит в данный момент у нас отображается как бы стандартная система которая прошита данном автомобиле значит здесь есть блок аудио значит мы выбираем либо же радио либо подключенный в данном случае iphone либо сиди диск далее есть блок управления телефонами так вот мы сейчас перешли в режим карплей но вернемся обратно пока что фордовскую систему значит далее есть здесь управление телефоном здесь есть кнопка управления навигацией то есть если телефон не подключен мы можем использовать штатную систему навигации которая здесь установлена но мне удобнее использовать либо вейс либо google карты данная кнопка у нас отправляет нас в режим apple карплей я попозже покажу и настройки собственной системы здесь есть тоже много стандартных вещей настройка звука настройка часов какие-то общие настройки язык километры температуры цельсия можно перевести и тому подобное подключение к вай фаю в общем стандартные функции а вот здесь есть фоновый цвет то есть нам мы можем выбрать цвет который у нас которым будет подсвечиваться наш салон то есть тут везде есть лампочки они находятся и в ногах и в дверях индикация вот мы даже видим здесь немножко видно как она светится то есть мы можем выбрать любой цвет ну давайте попробуем красный вот теперь наши лампочки вся подсветка в салоне будет светиться красным как бы на вкус и цвет также это все дело есть в бардачке тут есть еще два юсб через который можно все подключать и заряжать ну и также розеточка у нас есть вот тут отступление давайте дальше так и собственно apple carplay очень удобная функция сюда выводятся все программы которые совместимы с данной с данной функции apple carplay то есть сюда у нас выводится полностью вся наша телефонная книга все наши звонки вся музыка которая у нас установлена на айфоне либо же айподе стандартная и плоские карты календарь сообщения карты вайс кайл карты google там ватсап telegram то есть когда приходят какие-то сообщения она сама читает можно голосом отвечать голосом отправлять сообщения очень удобно не отрываясь от езды вот выглядит все это вот так вот то есть мы можем открыть прямо на экране вывести вот здесь у нас будут стандартные режимы которым пользуемся сверху карта посередине музыка снизу телефон допустим если я хочу слушать музыку вниз встроенную в телефон а скажем у меня есть подписка на сервис youtube music я могу выбрать данный сервис у меня сейчас не подключен интернет но данный сервис будет вот здесь вот в быстром доступе и здесь будут все ваши подборки все ваши плейлисты рекомендации непосредственно с youtube music очень удобно и всем этим вы управляете с экрана автомобиля быстро можно переключаться между картами либо телефоном или к примеру выбирать все что вам необходимо это очень удобно ну наверное с мультимедиа все там есть еще где поклацаться но основная функция я вам показал здесь у нас на правом переключателе есть торцевая кнопочка она включает дворник заднего стекла немножко непривычное расположение но быстро привык необычно просто такого не встречал дальше стекло заднего вида она имеет автоматически автоматическую функцию затемнения то есть в темное время когда вас могут слепить фары сзади идущих автомобилей данное стекло она автоматически затемняет и не слепит вас фарами автомобиля ну и выше что она здесь есть бардачок для очков так управление подсветкой салона здесь можно настроить открывание или закрывание ворот гараже частном доме допустим ну и не зеркальце зеркальце есть и соседнем тоже пассажира так ну в целом вот такой вот обзор что я могу сказать по использованию данного автомобиля ну не автомобиль очень нравится он экономичный он довольно таки резвый здесь присутствует множество классных функций автоматических функций которые установлены в премиум автомобилях то есть ford постарался и сделал все для того чтобы было комфортно и безопасно управлять данным автомобилем по расходу топлива ну вот к примеру в данный момент у меня пять с половиной литров на сто километров но у нас только закончились холода скажем так это после зимы зимой расход топлива увеличивается потому что чаще запускается бензиновый двигатель мы используем печку в салоне и к примеру стоит только включить печку запускается данный бензиновый двигатель что увеличивает расход топлива летом можно добиться расхода и в четыре с половиной без проблем если вы ездите спокойно не давить педаль в пол это очень вероятно немного по принципу движения двух моторов например сейчас мы двигаемся чисто на электродвигатели слева синий индикатор означает что используется только электричество также написано и в если я хочу ускориться я нажимаю больше педаль газа включается белый индикатор это означает что запустился бензиновый двигатель если я отпущу педаль газа бензиновый двигатель глохнет снова включается электродвигатель а батарея начинается или заряжаться начинают